Открываем приложение FaceApp и в открывшемся окошке он автоматически нам предлагает несколько фотографий, где были распознаны лица и также демо-фото. Можно переключаться, если нажать на камеру, то сфотографироваться, ну и соответственно фотографии выбрать из готовых фотографий. Я выбираю, например, вот эту фотографию, не очень удачную, море, солнце, соответственно обгорелое красное лицо без макияжа. Давайте попробуем превратить страшненькую неудачную фотографию в более привлекательную. Итак, нажимаем на макияж. Здесь есть много версий, но все они платные. Можно попробовать бесплатно нажать Try, то есть подключить Pro-версию, если вам это нужно. Меня устраивает в принципе то, что есть. Бесплатные фильтры. Я нажимаю на макияж 4 и жду, когда обработается. Ну вот, стало уже более приятно. Вроде как бы и накрасилась. Можно изменить улыбку, сделать ее классической. Вот я нажимаю классика, то есть показать зубки, да? Фотография стала более жизнерадостной. Нажимаю применить. Ну, соответственно, пол можно выбрать. Давайте поэкспериментируем. Если бы я была мужчиной накрашенным, я была бы вот такая. То есть можно придать фотографии женственности. Можно сделать, вот если нажмем на Mail2, себя мужчиной с бородой. Но это нам не надо, мы немножечко улучшаем фотографию. Поэтому я выбираю женственность и нажимаю применить. Что можно еще сделать? Морфинг. Здесь можно выбрать вторую фотографию. Давайте нажмем, допустим, Morphing. Выбираем второе фото и добавить, скажем, сходство с кем-то еще. Вот. Это нам не надо. Возраст. Также можно корректировать, можно себе сделать подростком. Нажимаем на Tin. То есть, видите, никаких морщинок. И я неузнаваемая. Вот можно выбрать молодой 3. И здесь выбрать интенсивность. Ну, то есть, насколько молодо вы хотите выглядеть. Обработка фотографий, конечно, занимает время. Нужно немножечко ждать. Можно нажать молодой 2. То есть, стать немножечко более юным. Просто молодой. Можно стать пожилой. Это уже, если интересно вам, как вы будете, например, выглядеть в старости, если вам сейчас, к примеру, лет 20. Ждем, пока наша фотография обработается. Вот, пожилой результат. Крутой старик. Если то, будет вот так. Ну, допустим, я выберу просто молодой. Нажму применить. Далее. Можно экспериментировать с прической. Можно себе сделать стрижком. Ну, в данном случае не актуально. Можно выбрать просто длинные волосы. Что, в принципе, мне нравится. Хотя, конечно, неестественно. Терпения для отращивания таких длинных волос у меня не хватает. Ну, и можно выбирать челки, разные кудрявые волосы, прямые. Но здесь уже это в более расширенной версии. Ну, допустим, я оставлю так. Цвет волос можно сделать брюнетом, выбрав интенсивность брюнетости, скажем так. Но можно осветлить волосы, можно сделать темно. Опять-таки, это все доступно в про-версии. Меня устраивают мои волосы вполне, поэтому я с ними экспериментировать не буду. Можно немножечко подкорректировать свои черты лица. То есть нос, выбрать большой, маленький, губы, глаза. Да, ну, здесь тоже, видите, часть опции, она в платной версии. Можно сделать себя в очках. Будет выглядеть вот так. Ну, то есть вообще не узнать. Темные очки платные. Их мы не трогаем. Бороду, соответственно, так как мы девочки, тоже трогать не будем. Можно воспользоваться разными фильтрами. Можно выбрать какой-то фон другой. Можно сделать размытие. Если, допустим, вы хотите немножечко сгладить то, что у вас за вашим лицом. Ну и, соответственно, накладывать. Мне достаточно коррекции это изображение, допустим. Я нажимаю сохранить, и фотография сохраняется. Вот, появилось сообщение. Успешно сохранено. Мы можем поделиться в Инстаграм, а можем сравнить, что было до и что было после. Ну, видите, да? Красно лица, обгоревшая на солнце, опухшая, без макияжа, с торчащими во все стороны волосами, плюс с улыбкой, без зубов, скажем так, вымученной улыбкой. Здесь же обработанная фотография, второй вариант, тот, что справа. Более длинные волосы, более ровный цвет лица, макияж, улыбка. Ну, в общем, видите, что вышло. Нажимаю сохранить. Покажу потом мужу. Пусть посмеется, как я изменилась и превратилась из опухшей, отдыхающей, в принципе, в привлекательную девушку. На этом все. Смотрите на канале видео по обработке фотографий в других приложениях. Это не только селфи, это еще и рукодельные фотографии, то есть предметная фотосъемка. Пишите в комментариях, интересно вам было или нет, какими приложениями пользуетесь вы. А также подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзен, Яндекс.Эфир, Ютуб и заходите в гости во ВКонтакте. Все необходимые ссылочки для этого я оставлю в комментариях к этому видео. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...